Я не знаю, что происходит, но это было так, что очень мило. Доброе утро! Беля только что попробовала запрыгнуть на диван и грохнула. Диван по-прежнему на месте. Я только-только встала, еще отеки не сошли с лица. Поставила уже Саше кашку вариться, Полечка здесь уже завтракает. Доброе утро, Марушина! Доброе утро! Поля кушает овсяно-блин с сыром. Он, кстати, получился в этот раз с никаким сухим. Как скажет бабушка, такой вот деликатес. Подольше размачивала, может? Не знаю. О, как вкусно! А мы сейчас с Димой поедем забирать мою машину. Ну, вернее, поеду забирать машину я, потому что вчера у меня был день рождения, я выпила бокалы вина, и машина осталась благополучно около ресторана. Поэтому сейчас Дима поедет работать, он сегодня работает, несмотря на то, что вся страна отдыхает. Вот, и высадит меня, я заберу машину, зайду в магазин и приеду обратно домой. Экспресс-скорость сборов. Мы уже в машине. Фу, я уже устала. Ну, что за выходной такой? Ну, что за выходной? В день утра скачали, побежали куда-то. Погода сегодня вообще прям шепчет. Сиди дома, сиди дома. Просто Дима уши не почистила, он не слышит, что она ему шепчет. Дима по-прежнему очень красивый. Погода, конечно, отвратительная. Что? А я просто красивый. Да, я просто красивый. И ладно. Нет, хорошо. А мы опять едим. Мы зашли в breakfast. Дима говорит, давайте я угощу тебе завтрак. Я согласна. У Димы испачкалась камера заднего вида. Дима говорит, я только протирал. Я говорю, она не моется. Тут же Дим включает. Помыл ее. Вот такая вот хорошая машинка. Даже камера заднего вида моется. Дождик сегодня. Прямо противненько. Я уже в своей холодненькой машинке. Грею ее. Все. Сейчас заеду в магазин. Куплю фруктиков. Куплю молока. И сыра. И батон, может, куплю Саньке. Гринки вечером пожарить. Пойду домой к деткам. Будем с Санькой делать уроки. Один поехал работать. А мне еще надо шкаф это разобрать. Не хочется, но надо. Поля сегодня, кстати, собралась гулять с девчонками. Выбрали самую погоду. Дождливые. Из тех каникул. Было сухо все эти дни. И вот единственный день дождливый. Последний. Вот они решили сегодня погулять. Ну, в принципе, она сказала, что если будет дождик, то они посидят где-нибудь в кафе. Поболтают. Ну, надо, надо девочкам общаться. Это сто процентов. Потому что такой возраст самый. Уже подруги-подруги. Секретики-секретики. Пусть идут. И я дома. Санечка разбирает. У меня умничка мой. Покупки разбирает. Опять набрала всего. Взошла за молоком и сыром. Запокупала всего. А еще завтра в школу уже взяла Саньке барнем такие по акции. Перекрестки по 100 рублей. А Поля взяла батончики. Мне кажется, это не самый плохой перекус. Не сам колес. Так, витамины, витамины. Витамины. Тудудудуду. Так, витамины. Витамины, витамины. есть куда с днем иного дня рождения стоит уже на ядр месяц сейчас я вывезти никто не пьет я кстати выпила бокал я потом так голова разболелась и чуть не пьет яйца у нас тоже в холодильник все я вырву потому что место занимает фрикадельки фрикадельки в холодильник да я запрошу супчик у нас же еще у нас сегодня вы едите это был супчик с куриным фрикадельками а теперь будет с говяжьим фрикадельками а хлеб надо перебрать может какой-то выкинуть гранит граната так ну ладно представляете приехала домой и вспомнила что мне надо было забрать посылку вчера был последний день хранения и я не забрала сейчас полине повезло сказочно потому что она едет с девчонками гулять в город после обеда я ее отвезу потому что посылку надо забрать ой так помогатор мой так вот такая гора у меня это минусик выкидываем мусор мусор чтобы не было затхлости стелим красивый желтый киевский пледик такого таких пледиков у нас два мы один вчера постелили его уже испачкали коты стелим новый пакетик вам ничего не видно? Саня полез за барней налил себе чаю сам умеет себе чай теперь заварить Мам вешу вешу что? вешу да я же тебе говорила что ты оделся а ты не оделся буду тебя сразу снимать так Саша, какое-то новое фирменное блюдо, он греет чуку-пай. Они вчера так делали с Полиной, говорит, мам, надо на 20 секунд, я знаю. Сейчас будет интересно, глядай. Он сейчас будет вылезать от этого. А сейчас. Он вскрывается. Ничего себе, Саша, да кто придумал его, скажи мне. Мы спали. О, божечки мои. И получается вот такой вот. Только аккуратно, горячая. А вот так вот. Представляете, что дети тут дома делают? Вон оно вскрылось прям. Приятного аппетита. Такой налил себе чай. Молодец. Такой перекусик. Как зефирка получилась, да? Как маршмеллоу. Прикольно. Сейчас налью увлажнитель. Потому что дома что-то как-то у нас у нас стало. Позже ли родительские чаты? Вчера Сашин, сегодня Алинин чат. Пока наливается вода, полюсточки. Я могу тебе все оставить? Да. Саша решил помочь мне полицейской. Хорошо. Ох, вот она. Ах, польза. Нужно выложить вчерашнее видео. Так, друзья. Угадайте, куда делся лаваш. Что это, Саша? Что это такое? Ну что вот это вот такое? Мне кажется, это какая-то мышка наружка. Палец себе не отрежь, как отмыл. Саня сегодня на хозяйстве. Мама, можно я и это буду делать? Можно я и это буду делать? Прям как приятно, как приятно. Решил порезать огурцы. Я грею супчик. Прикатывала тарелочки, достала селедку, потому что надо ее доесть. Купили на новоселье. Очень много было всего. Она открытая стоит с супчиком. Сейчас милое оно будет. Полишка пошла мыть голову. Сделала такой красивый макияж. Вообще прям красивенный. Но подводит немножко не первой свежести голова. И на меня обижается, конечно, что я и сказала. Но пошла голову мыть. Ну ведь чистая голова для девочки, это ведь важно, правильно? Можно не краситься, но голова должна быть чистой и опрятной. Чем накраситься и с грязной головой. Как считаете? Ну, в общем, пошла мыть. Она помыла кота. Где Лукас-то? Лукас, ты где? Лукас куда-то пропал. Помыла кота. Убралась у крысы. Так что может с чистой совестью идти гулять. Ей, кстати, повезло. Я ее отвезу до дома. Пфу, отвезу в центр, потому что я забыла, забыла. Что-то у меня еще с языком. Потому что я забыла забрать посылку с ДЭК. Вот. Я там заказала такие прикольные штуки. Я вам покажу. Такие маленькие. И надеюсь, что они будут классно работать. У нас, кстати, вчера приезжал Косюн. Он собрал весь мусор. Я его попросила. В одно место сложил. И покосил нам всю траву. Это здорово, потому что трава была очень длинная. И она бы вся легла под снегом. Если снег, конечно, будет. И, в общем, потом бы плохо росла свежая трава. И ту было бы уже не скосить. Вот. А он нам прям навел красоту. Бог мой. Это улыбочка. Ты мой фантазер. Глаза, нос и рука. Ага. Лавашки я порезала. Саша ведь решил, что все красиво, что сегодня должно быть. Давай мы еще авокадо с тобой порежем. А то он испортится. Иди ко мне домой. Сейчас, подожди. Я еще чищу. Мы, кстати, сегодня с Димой пока завтракали, думали, как же провести Новый год. Вот куда поехать с детьми, чтобы было весело, интересно. Посмотрели Великий Устюг. Но цены, конечно, неимоверные. Есть такая поездка на поезде, там, на три дня туда-обратно. А знаете, сколько стоит? Ребенок стоит почти взрослый 20 тысяч. Младший ребенок 15 тысяч. В общем, нам на три дня это надо 70 тысяч, представляете? Это полноценная поездка куда-нибудь в Турцию с перелетом, с едой. Поэтому этот вариант отпал. Расскажите, какие у вас планы на Новый год? Сейчас уже так быстро время пройдет. Сейчас, Саня, я косточку выну. Можем ее резать. Так, подожди, что-то я неправильно делаю. Так хочется хороший Новый год, потому что год был такой сложный. Будешь резать? Да. Сейчас я кокосику отрежу. Держи. Год был сложный очень. И хочется, конечно, такого-то позитивного Нового года. Но я чувствую, друзьями мы не соберемся. У всех какие-то проблемы, дети, заботы. У меня такое ощущение, что мы не сможем собрать Новый год. Поэтому рассмотрим вам все варианты. А он на консилер, чтобы они жарились. Поля помыла голову, Саня, с какой-то... Или я могу показать ее красивый макияж. Ну не можешь ты. Отпусти глазки-то. Очень красиво. О, такая нежненькая. Красиво делать. Сейчас всяк будешь в этом. В консилере, в корректоре, в фрумянах. Все, садимся за стол. Приятного аппетита! Да, Саня, смотрите, какую нам тарелку оформила красивую. Мы пообедали. Я уже перемылась в посуду. Там чистота и порядочек. Полька пошла голову сушить. А Саня пошел делать английский. Ему нужно написать там что-то, плюс заучить диалог. Надо, конечно, английский прям за ним бдить. Потому что там... То есть, тепла тройка. Надо подтягивать. Сейчас повезу Полину в город. Хотя хочется поспать. Конечно. Стараться. Ты будешь в этой четверти стараться? Да. Хорошо. А здесь кому попытаюсь. Напишите буквы в строчку. Не торопись. Пиши внимательно. Что-то я сегодня укаталась уже. А Саня купила каких-то... Знаете, как они называются? Кошмарики. Веселые кошмарики. Один плюс один кошмарик. Бесплатно. Саня взял чупа-чупс уже. Смотрит, сидит. Я пока ездила. Смотрит про гиен. Полю я отвезла. Все. Забрала посылку с СДК. Завтра, наверное, вам покажу. Такая совсем любимая. Так. И взяла еще порошок. У меня закончился. И беру вот такой вот ваниш для белого белья. А у меня там, кстати, достирались все джинсовки. Наконец-то я их уберу. Сейчас все повешу. Переоденусь. И что? Я съем парочку кошмариков. Время шесть. Как вы видите, темнотища. Непроглядно. Никита пришел в гости. Сейчас хочу порезать яблочко с бананчиком. Так вот, перекусик вам предложить. Потому что ужин пока... Ну, ужинать еще рано. Положу ему нашу красивую тарелочку. Я провалялась. Приехала. Провесила еще одну стирку сейчас. Последняя все. И провалялась в интернете. Потому что... Так хотелось бы. Сейчас все-таки возьму за белье. Хочу, по крайней мере, его перегладить. Там как пойдет. Будет настроение. Значит, разберу шкаф. Не будет настроение. Ну, значит, не силы. Все внезапно на работу. Я уже соскучилась по своей работе. С одной стороны так лень вроде. А с другой стороны, наверное, работать и... Поля приехала. Пойду ворота открыть. Обычно Поля меня так встречает. А тут я... Что? Ой, закрываю. Холодно, Поля. Ты купила книжечки себе? Да. Я еще по-моему книжечку дожила. Понятно. Хорошо. Ну что, как? Прекрасно. Прекрасно. Поздравляю. Фу. Пришла от города, мама начала. Семна в дом снехла. Давай, Ретервайс, не замерзла? Нет, вообще прекрасно. Хорошо. Полтора часа. И все белье переглажено. Я молодец. Ем какой-то творожок. С лавашом. Саня пошел к Полине учить диалог по-английскому. Мы с ним скачали аудио, которое нужно выучить. И я половину слов там не понимаю. Должно быть восприятие на слух. Я не понимаю, как дети должны учить без участия родителей. Очень странно. Написанного текста нет. Поэтому у меня с этим сложности. На слух я воспринимаю английский очень плохо. Читать не могу. И знаю очень многие слова. Вот. В общем, не знаю, что они сейчас там выучат. Скоро, наверное, будут ужинать. О. Идет. Санек, наверное. Вообще, сейчас Дима написал мне в Москве, что что-то щечки горят. Не заболел бы. Я ему предложила сделать морсик. Сейчас сделаю. А он еще хочет чесночок. Но чеснока нет. Поеду сейчас в пятерочку за чесноком. Что не сделаешь ради любимого мужа. Ну, на самом деле, болеть вообще не хочется. Я сегодня видела у девочки в инстаграм, что у нее муж заболел. Температура 39,5. Они вызывают скорую-скорую. Говорят, вызывайте врача на дом. Потому что это не ковид. Вызывайте врача. Врача выходной. Так как сегодня праздник во всей стране. И поликлиники, говорят, вызывайте скорую. Короче, вот такая вот ситуация. Привет. Я готов рассказать. Ну, давай. Вот я только про тебя рассказывала, что ты с поля учишь. Так. Первый. Let's play. Второе. Love your toys. Третье. In the... Да? Именно. In the... In the doll. In the doll? В куклу? Я забыла. Как кукла? До. Я взяла куклу. Вот на этом мы, пожалуйста, на весь пока. Ну, типа, я взяла куклу, я взял мяч. I've got it или как это? I've got it. Ну, ты учился? Да. Сейчас Поля придет, мы у него спросим. Ну, я доучу еще. Хорошо. Морс у меня сегодня из лимона, мандарина, сморода красная, сейчас я имбирь, сейчас я это все перемолю, добавлю мед к воду на 85 градусов, и у меня будет целая кастрюлька морсика. Морс готов. На вид не очень, но по вкусу великолепно. То, что надо. Поеду за чесноком теперь. Время полдевятого. Блин, поехала за чесноком. В итоге. 700 рублей оставила в магазине. Ну, как это работает? Вспомнила, что нет вермишеля на суп. Поля пишет, мама купит ворок и сметану. Купила. А увидела чай по акции. Какой-то хмат, какой-то яблочный. Взяла. Вспомнила, что нет на суп-марковке. Взяла. Увидела по акции. Отсвежитель воздуха. Кстати, не понюхала. Не понюхаю, какой-то тропический. Я такую фирму что-то ни разу не видела. Называется Liber House. Ой, сладенько пахнет. Вроде ничего. От готовь точно подходит. От готовь чего? Восемь. Вот такой вот. На что я там без. Ну и чеснок я, конечно, тоже взяла. И взяла на всех случаях еще и бель. Вот, все. 700 рублей. Как не бывало. Дети там что-то жуют. На улице, кстати, льет дождь. Отвратительно. Ничего не видно. Темно. Хоть досыкали. Дети взят творог. Поля уже прочитала. Поль, ты что обалдела? Это другая. Это предыдущая. Я думала, поля, ты сейчас прочитала. Ну, это все. Что? Ага. Так, а еще меня сейчас остановили гаишники. ДПСники, как они сейчас называются. Я сначала не поняла, думаю, что они там стоят. А потом вспомнила, что сегодняшний праздник. А праздник посреди недели. И всем-то завтра на работочку с утра. И поэтому они ловят всех на въезде в город. Вот. У меня остановили? У меня все прекрасно. Ага. Так что все. Сейчас я пойду переоденусь. И что? И буду делать сыр с чесноком. Наверное, потом, когда Дима уже приедет, ночью порежем помидорку. И наложу это все на помидорку. Вот. В общем, это все. День прошел. Никакой мне праздничный оказался сегодня. Поля мыет посудочку. Санька пошел мыться. Сейчас он выйдет, я тоже пойду. Поля снова мыет посудочку. Что-нибудь снова? Я мыла... Когда? Я не помню уже когда. Я мыла ее в мае. В мае. Я сделала сыр с чесноком. Так что, не знаю, во сколько уж Дима сегодня приедет. Но я сейчас пойду в душ и лягу в кровать. Может быть, посмотрю какой-нибудь фильм. Но, скорее всего, я... А, мне еще видео смонтируют. Все, пошла, пока Саня моется. Всем, кто завтра идет на учебу, на работу, всем отличного настроения. Держитесь. У нас все получится. Новая четверть. У учеников вам отпахать по полной программе. Там пятерки, четверки, все дела. Ну и все. Хорошее настроение. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.